Всем привет, друзья, с вами Realize. У меня для вас отличные новости. Я сам очень рад, потому что я знаю, какое будет ближайшее событие, что необходимо в нем делать и какие будут награды. Также расскажу вам, какие изменения потерпели подземелья. Огромное спасибо за предоставленную информацию Роману и я буду зачитывать на фоне какого-нибудь видео либо картинки, потому что основное здесь, конечно, это просто то, что я вам расскажу. Анонс обновления до его официального залива на сервера. И отталкиваясь от того, что у меня сейчас есть на экране, можно смело заявить, что письмо от Сергея абсолютная липа, потому что никакой рулетки не будет. Будет немножечко другое событие, сейчас вы узнаете какое. Но начнем мы с подземелья. Во-первых, добавят новые ачивки, то есть достижения. Расхитители подземелий. Сходить в подземелье с оклановцем 1 раз, 10 раз, 30 раз, 60 раз и 100 раз. Дружеский сговор. Сходить в подземелье с другом 1 раз, 10, 30, 60, 100. Ужас подземелья. Победить босса в подземелье 10 раз, 25 раз, 50, 100 раз и 200 раз. Также в подземелье добавят новые условия точки, где вам необходимо сделать жертвоприношение. Другими словами, вам необходимо отдать своего бойца на съедение и больше вы его не увидите. Ну, по крайней мере, именно за прохождение данного подземелья. Если вы не выполните условия, то, соответственно, точку вы не пройдете. Грубо говоря, условие является обязательным. Поэтому стратегия подземелья теперь немножечко поменяется, так как из 8 бойцов вам придется хотя бы как минимум одного бойца носить шлакового. Я, например, буду брать 70-го бойца плохо одетого, так как его не жалко дать на съедение, то есть в то самое жертвоприношение. Плюс ко всему, он не будет мне завышать мою мощность. Соответственно, противник будет чуточку слабее. И то же самое необходимо сделать вашему напарнику, потому что условие будет сначала у вас, потом у него, то есть это обязательно. Я считаю, что условие для прохождения точки очень жесткое со стороны разработчиков, потому что есть слабые люди, которые и так не могут пройти подземелья, так еще и будут они сталкиваться с такой точкой, где необходимо отдать своего бойца навсегда, чтобы пройти дальше. Поэтому, я не знаю, ну возможно, для больших там уровней, которым легко проходится подземелье, будет гораздо интереснее. В общем, поживем, увидим, как это будет уже на практике. В игру добавлены новые трофеи за прохождение сюжетной линии, поэтому игроки, которые прошли уже Крота, Египет и Амазонку, теперь получат трофеи. Ну, такое себе обновление, то есть я всегда был равнодушен ко всем этим трофеям, так как это обычная картинка, которая не делает вас сильнее, а, ну просто, мне кажется, даже ненужная комната. Ну, в общем, те, кто любит трофеи, можете, в принципе, порадоваться. Еще одно ненужное дополнение для любителей задонатить просто так, это возможность подарить новые подарки своему другу, либо соклановцу. А теперь, друзья, переходим к основной части, сейчас я вам расскажу, какое же событие запустится на сервере. Милорд и Миледи, граф уже спешит к воротам ваших замков, а вместе с ним новое событие с уникальными наградами и ценными призами. Мы внимательно наблюдаем за вашими успехами в подземелье, и сегодняшнее обновление содержит полезные нововведения и улучшения. Далее зачитывать не буду, потому что там, в принципе, неинтересно, какое же событие запустится. Друзья, событие называется Путь Орла, как вы, наверное, уже догадались из названия видеоролика. Это точно такое же, как Путь Дракона, как Путь Единорога. К воротам нашего замка придет граф в образе такого орла, запустится событие, которое состоит из трех вертикальных колонок. Вам необходимо просто проявлять игровую активность, за это вы будете получать перо орла. И, соответственно, чем больше у вас перья орла, тем выше вы поднимаетесь по этому столбцу, и в итоге вы забираете три основных приза. Сейчас расскажу, какие. Жезл – Орлиная Мудрость, Лук – Орлиная Меткость и Топор – Орлиная Сила. То есть оружие для каждого класса. За что можно получить перья орла? Побеждая других игроков на карте, побеждая других игроков в турнире, за походы в Букту Самоцветов, за прохождение вторжений, за просмотр рекламы в события Путь Орла, за прохождение уровней в портале, за победу в точках клановой войны. И почему-то здесь не написано за прохождение подземелья. Я не знаю, возможно, не будет учитываться подземелье, но я его здесь не вижу. После того, как завершится данное событие, опять-таки, граф сразу не уйдет. Он останется еще на дня три, как это и было последний раз со Шрумом, и у вас будет возможность до конца потратить эти перья. Но можно будет еще и смотреть рекламу, потому что здесь написано следующее. Основное время события окончено, спешите потратить перья орла. Есть еще ряд незначительных нововведений, но о них вы узнаете лично, когда запустится основное обновление. В конце мне хотелось бы подвести следующие итоги. Во-первых, я очень рад, что это Путь Орла, а не рулетка. Так как рулетка, вы все знаете, она рандомная. Вы можете влить туда неимоверное количество алмазов, и не факт, что вы вытащите заветный, например, артефакт, либо какой-то предмет. Чем мне нравится событие по подобию Путь Дракона? Тем, что вы прекрасно будете видеть, сколько вы в среднем можете выформить себе в сутки перьев орла, и приблизительно уже высчитать, до какой награды вы дойдете. То есть, вы сами влияете на свой успех, вы не зависите ни от какого рандома. Проявляете активность, зарабатываете перья, соответственно, тратите их на награду. И так что я уже рад, что разработчики выбрали именно такое событие. Ну, а теперь давайте пару слов о возможностях забрать все награды. На 10 уровне тронного зала это будет сделать очень сложно без доната. То есть, вы должны будете жить буквально в игре, при этом проявлять огромную активность, постоянно ходить на арену, и только в этом случае вы сможете забрать все три награды. Не у каждого, далеко не у каждого это получится сделать без доната, но если вы даже очень слабый, 100% вы сможете забрать хотя бы одну награду. Если вы будете проявлять хорошую активность, вы сможете забрать две. Так что ждите официального обзора на каждое оружие, и я вам скажу, к какому оружию лучше всего стремиться, что лучше забрать в первую очередь. Ну, а теперь самый главный вопрос, когда же запустят события. Но вряд ли его запустят сегодня, потому что открыт портал, и можно фармить как раз-таки души, будет автоматически проходиться путь Орла. Поэтому все-таки, наверное, вторник, либо среда на следующей неделе. Спасибо, что смотрели мой видеоролик. Всем желаю удачи, оставайтесь со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok